Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим красивую позиционную партию Акибы Рубинштейна, которую он сыграл в Праге в 1908 году. Соперником выдающегося стратега был известный югославский маэстро Милан Видмар. В этой партии Рубинштейн продемонстрировал очень интересный метод игры в симметричных позициях. Итак, d4 сыграл Видмар, d5 – e3. В серьез критиковать это продолжение нельзя, потому что с перестановкой ходов в дальнейшем может получиться одна из известных позиций ферзевого гамбита, либо дебюта ферзевых пешек. После конь f6 – конь f3, c5 – c4, e6 – конь c3. В итоге мы вышли на защиту Тараша – ферзевого гамбита. И в этом положении черные чаще всего отвечают симметричным конь c6. Но Акиба Рубинштейн делает, казалось бы, невзрачный ход a6, за которым кроется глубокая стратегическая мысль. Рубинштейн пока не развивает своего ферзевого коня, сохраняя возможность хода конь bd7. В этом положении Милан Видмар должен был забрать на d5 и пойти слон e2 с дальнейшей короткой рокировкой. Но югославский шахматист забирает другую пешку и после слон c5 играет a3 с дальнейшим b4. Все же слон черных на c5 появился в один прием, что является хоть и небольшим, но несомненным позиционным достижением Рубинштейна. И здесь он забирает на c4, стремясь к переходу в Эншпиль. Главной целью Рубинштейна является доказательство того, что его конь, который в дальнейшем перейдет на d7, окажется более полезной фигурой, чем ферзевый конь белых. Эта стратегическая идея является основной в данной партии и именно она поможет Рубинштейну получить перевес. Ферзь бьет d8, играет Видмар, король d8, слон c4, b5, слон e2, слон b7, b4, слон d6, 2-0. Конь bd7, играет Рубинштейн. Уже начинают просматриваться контуры будущей инициативы черных. Рубинштейн хочет перевести своего коня на ослабленное поле c4, в то время как перспективы белого коня c3 по-прежнему весьма туманны. Слон b2, играет Видмар, король e7. Еще один небольшой позиционный плюс. В то время как король черных в Эншпиле остался в центре, белый король находится на королевском фланге. И ему понадобится в будущем потратить 2-3 темпа для того, чтобы сравняться по активности со своим черным коллегой. Ладья fd1, играет Милан Видмар, ладья hd8. Видимо, югославский шахматист не чувствует опасности и, по-прежнему считая эту позицию равной, играет из общих соображений. Иначе он пошел бы конь d4 с целью перевести коня на b3, присматриваясь к полям a5 и c5. Но Видмар играет ладья d2, имея в виду сдвоится по вертикали d. Конь b6. Играет Рубинштейн, продолжая проведение своего плана. Ладья a d1, ладья d7. Король f1, ладья d8. h3, h6. Все подготовительные ходы сделаны. И здесь белым нужно было сыграть конь d4. Но Видмар ставит на d4 ладью. Беспечный ход, который позволяет черным сразу получить стойкое позиционное преимущество. Рубинштейн играет ладья c8. Создается угроза размена на f3 и хода слон e5. Слишком много фигур попадут под удар по диагонали. Поэтому Видмар вынужден отойти обратно. Но после слон бьет f3 уже приходится брать пешкой, портя пешечную структуру на королевском фланге. Действительно, ход слон бьет f3 просто ведет к потере фигуры. Вилка, ладья отошла, размен и ладья c3. Поэтому gf играет Видмар и тут слон e5, нападая на коня. Если предварительно разменяться на d7 и сыграть ладья c1, защищая фигуру, то последует конь c4. И тут у белых выбора уже нет. Нужно бить на c4, ладья c4, конь d1, конь b6, слон c3 и g5. Этим точным ходом черные фиксируют слабости белых на королевском фланге. Прибавьте к этому еще слабость на a3 и вы поймете, что у черных чуть ли не решающее позиционное преимущество. Поэтому после слон e5, конь a4 сыграл Видмар. Вот такой тактический трюк. Белые хотят разменять побольше фигур и предоставляют сопернику выбор. Какую же фигуру брать? Ладью на d2, слона на b2 или коня на a4? Взятие слона проигрывает, так как после конь b6 вилка ладья d2, ход конь c8 делается с шахом и белые попросту остаются с лишней ладьей. Поэтому после конь a4 Акиба Рубинштейн решил забрать на d2. Если тут побить на b6, то черные первыми объявляют шах, забирая на d1. Далее бьют на b2 и после конь c8 король d7 оказывается, что белый конь в западне. Конь b6 шах, король c7, конь ловится. Поэтому Видмар забирает на d2, слон бьет b2. Если на b6 забрать в этот раз, то последует ладья c1, король g2, слон a3 и черные достигают перевеса. Поэтому после слон бьет b2, конь бьет b2 сыграл Милан Видмар. Но черная ладья зашла все-таки на c1 и после ладья d1 Рубинштейн, конечно, свою ладью не меняет. Это более активная фигура, чем ладья белых. Поэтому он играет ладья c2, нападая на коня и после конь d3 ладья a2, атакуя пешку. Конь e5 играет Видмар, защищаясь весьма изобретательно. Если черные поторопятся и заберут пешку, то последует конь c6. На e8 отходить, конечно, нельзя. Там сразу мат ладья d8. Но и другой ход, король f8, не сулит черным легкой жизни. После шаха конь e8 f4 черные фигуры связаны и развязаться очень непросто. Поэтому Рубинштейн, который всегда был внимателен к угрозам соперника, сделал ход конь fd5, освобождая поле f6 для своего короля. Видя бесполезность шаха конь c6, Видмар сыграл ладья d3, защитив пешку. Шах, король g2 и конь c4. Торжество стратегии черных. Их конь, который прибыл на c4, оказался очень сильной фигурой. Сейчас он напал на коня совместно с ладьей на пешку a3, а в случае размена на c4 появляется сильная проходная. После ладья d1 можно даже не меняться, а пойти ладья a2. Имея в виду тот факт, что после слон бьет c4 следует красивая тройная вилка конь e3 со связкой пешки. Но и переход в легкофигурное окончание после ладья бьет d1 тоже дает черным решающее преимущество. Конь c3, нападая на слона. Далее конь b5, нападение на пешку. Времени на ход a4 нет. Нужно подтягивать короля. Конь a3, слон e4, f5, слон b7, конь c2. После взятия c3 и на король e2, конь b4, слон b5, g5. У черных решающее преимущество. На пути белого короля непроходимый барьер, а слабости f3 и h3 рано или поздно скажутся. К тому же у черных лишняя, очень сильная проходная пешка c. Но в нашей партии после конь c4 Милан Видмар коней не разменял. Дал шах, королец вступил на f6, конь b8. Черные контратакуют пешку a6. И происходит размен. Конь a3, конь a6, конь c2. Одним ходом черные создали сразу три угрозы. Взятие коня a6, вилки конь e1 и взятие на b4. Спасая свои фигуры, Милан Видмар сыграл ладья d2. Шах, король f1, конь c3. Черные защитили свою пешку и угрозу вскрытого шаха оставили на потом. Слон d1 играет Видмар. Он перекрыл первую горизонталь и напал на коня e1. Рубинштейн наконец забирает пешку f3, контратака ладьи. Ладья d3, конь бьет d1. В этом положении Милан Видмар наконец сдался. Он остался без легкой фигуры. А попытка отыграть материал ходом король e2 наталкивается на блестящий мат, который редко встретишь и в этюдах. Конь g1, король f1, конь e3. Великолепная и очень редкая матовая картина. Вот такая очень красивая позиционная партия Акибы Рубинштейна. Нужно сказать, что в творчестве этого великого стратега немало подобных примеров. В казалось бы совершенно равных симметричных положениях он умел выискивать тонкие позиционные нюансы, которые оказывались недоступны для его соперников. Играя на этих тонкостях, Рубинштейн в конце концов и переигрывал своих оппонентов. Так, как он это сделал в этой партии с Видмаром. Если данное видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.